Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс controlpaint.com. И сегодня мы поговорим о проблемах, возникающих при работе с кистью и о том, как их решать. Я уверен, что не всех вас кисть работала так же, как в моих видеоуроках. Так что давайте посмотрим, какие факторы могут мешать вашей работе. Во-первых, что если ваши линии наносятся всегда одним и тем же оттенком, без обесцвечивания? Первое, что мне нужно уточнить, пользуетесь ли вы мышью. Если пользуетесь мышью, а не планшетом с датчиком давления, то ваши линии всегда будут такими. Поэтому прежде всего вам нужно обзавестись планшетом. Я полагаю, что все мои зрители работают с планшетами, поэтому однотонность линий может быть связана только с настройками кисти. Откройте меню окно Brush, Window Brush. Эти настройки отвечают за поведение кисти. Нужно убедиться в том, что включим пункт переход, шансф, он находится в окне слева. Как вы видите, стоит его включить, так планшет начинает реагировать на давление. Итак, пункт Transfer – это первое, что вам нужно проверить. Иногда во время работы вы можете заметить, что в мазке видны наложения тонов друг на друга. И нам такой эффект вовсе не нужен. Этот эффект вряд ли улучшит изображение, если только вдруг вам не нужно подчеркнуть повторяемость на рисунке. Но если вам нужны гладкие, ровные мазки, то такое наложение вам точно не нужно. Причин у этого эффекта может быть несколько. Ну, во-первых, нужно снова открыть параметр кисти. Нужно выбрать опцию форму наконечника кисти – Brush, Tip, Shape – вверху страницы. И на правой стороне есть параметр Interval – Spacing. Сейчас этот параметр установлен на 30%. Это слишком высокий показатель. Интервалы слишком заметны. Вам нужно изменить показатель на какое-нибудь значение меньше 10%, ну, может быть 4-5%. И, скорее всего, это избавит вас от ненужного эффекта. Так мазки будут выглядеть более гладкими. Но в зависимости от того, какой кистью вы пользуетесь, это также может замедлить работу вашего компьютера. Вот у меня сейчас простая круглая кисть. Но если выбрать кисть со сложной текстурой, то слишком маленькое значение интервалов может замедлить работу компьютера. С другой стороны, если во время работы вы столкнулись с тем, что компьютер тормозит при работе с кистью, то вы можете увеличить интервал и ускорить работу компьютера. Попробуйте найти баланс, чтобы интервалы не были видны на мазках. И вместе с тем, вы бы могли работать с кистью без задержек. Другая причина, по которой мазки кисти получаются сегментированными – это слишком низкое значение параметра нажим. Иногда слишком маленький нажим придает мазкам кисти сегментированный вид. Опять же, это тесно связано с параметром Interval. Так что подобная сегментированность – это часто результат того, что нажим слишком маленький, а интервалы слишком большие. Иногда при работе с цветом возникают очень странные эффекты. Вот это похоже на работу в режиме наложения, но на самом деле в панели слоев установлен обычный режим. Поэтому слои здесь ни при чем. У нас только один свет и все параметры кисти обычные. Но есть второй режим наложения, встроенный в кисть. И он может быть причиной этого эффекта. Я сам его почти никогда не меняю. Вы можете найти этот режим вверху экрана – Mode Screen. Установите обычный режим. И тогда кисть будет работать как обычно. То есть режим наложения может быть задан всему слою. Ну вот, к примеру, я создаю новый слой. Давайте посмотрим. Устанавливаю режим осветления основы – Color Dodge. Все, что я нарисую на новом слое, будет создано в новом режиме наложения. Либо же вы можете настроить режим наложения в самой кисти. Тогда режим наложения будет действовать на отдельные мазки. Вот я рисую на обычном слое. Режим моей кисти нормальный. Но если в кисти выбрать режим перекрытия – Overlay, то эффект будет совсем другой. И если этот параметр установлен случайно, то у вас может возникнуть впечатление, что кисть взбесилась. Поэтому я советую вам большую часть времени работать в обычном режиме кисти. Может быть, мои советы не помогут вам решить ваши проблемы. Большая часть поведения моей кисти – результат многолетней практики. Многое зависит от того, чувствуете ли вы свою кисть. Но если что-то не работает, то не поленитесь проверить в параметрах кисти опцию «Перенос». Внутри меню «Форма кончика кисти» проверьте меню «Интервал». Откройте настройки кисти и проверьте параметр «Нажим». И затем убедитесь, что вы работаете в нормальном режиме. Если вы все это настроите, то, скорее всего, ваша кисть начнет работать нормально. А все остальное – практика. Если у вас есть проблемы типа этих, или же мои советы не помогли, напишите о них в комментариях. Мы их обязательно рассмотрим и попробуем решить. Успехов и спасибо за внимание!